Ха-ха-ха, о-да. Вперёд, Боб! Полезай, парень! Внутрь! Залезай! Теперь я внутри тебя, великан. Бум, мёртв. Похоже, что от этого он не оправится. Кровь питает меня! В конце концов, может, я с всеми людьми связалась? Вы какие-то ебанутые ребята. Как только вы покидаете пещеру, вы слышите... В ткани пространства открывается портал. И вы видите в нём знакомого мужчину в годах. Это твой друг! Бородун. Мы снова встре... О, боже. Летел. Всё путём? Что? Что-то случилось? Почему он весь в крови? Что? А, да. Ну и денёк был. Я ничего такого не ожидал. Я... Давайте заново. А то я как-то растерялся. Я... Неважно. Неважно некогда. Привет, старый друг. Всё нормально? Я здесь не для того, чтобы на вас напасть. Я не могу этого сделать. Я... Я не способен убить вас напрямую, к сожалению. Понимаете ли... Магическая следственная группа отслеживает, какие заклинания я использую. Это происходит, когда ты вот-вот станешь верховным чародеем. Я так рад, что это учредил. Однажды кто-то такой... Эй, тебе нужна магическая следственная группа? И я такой... Эээ... Да. Да. Да, пожалуйста. Они очень серьёзно ведут следствие, когда ты вот-вот станешь верховным чародеем. Понимаете ли... Верховный чародей загадочно пропал и был заменён Доппельгангером, прячущимся где-то в светолесье. Такой позор. К счастью, я показал себя в лучшем свете, как когда... Эээ... 38 лет назад? Когда Клеотак так же загадочно пропал. Но какой-то ребёнок взял и забрал у меня эту должность. Летил! Я тебя ненавижу! Я должен с ним сразиться! Нет-нет, погоди! Стой, Бороду! Стой! Нет, Бороду! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ну, Бороду, успокойся. Будь выше этого. Сейчас не время для жестокости. Я ему лицо разобью! Слушай, я знаю, насколько тяжело быть потрясающим, понимаешь? Я... Я несу с собой эту тяжёлую ношу каждый день. Так что, вот так. Я живу с этим. Я живу с этим, понимаешь ли? Но это делает меня скромнее. Должен сказать, ты довольно быстро набираешь силы. Я буду наблюдать за тобой. К слову, тебя, как верховного чародея, по утрам будет мыть гном. Он грубоват. Удачи с этим. Это моя любимая утренняя часть. Мне было бы интересно, так ли это. Потому что Гарамик говорил, что участвовал в этом, и я не верил. Он что, и правда это делал? Да, они называют это сервисом, но... Это очень стрёмно. У него такие грубые руки и... Так, Бородун, мы не сближаемся. О, смотрите на нас, братья по плетению. Нет! О, мы будем такими хорошими друзьями! Нет, это мы врать! Ну да, представь меня, будучи верховным чародеем, и я тебя, будучи другим верховным чародеем. Это не так работает, я собираюсь... Я так хочу тебя убить. Сады колобора! Если бы я мог тебя убить, ты бы умер ужасной смертью. Я чувствую, что сближаемся, к концу всего этого мы будем лучшими друзьями. Представь, я в одной башне, а ты в другой. Мы машем друг другу, кидаем друг другу бумажные самолётики с записками. Боже, какой ты бесячий. Ты стреляешь огненным снарядом, а я его ловлю и бросаю обратно. Опять всё портишь, прекрати! Погоди, ты новенькая? Привет, добрый день. А, ты из Стрэйи. Стрэя! Узнаю акцию. Рад познакомиться. Итак, Литил, что ты знаешь о грязи? Да, я слышал, что они не преуспели. В следующий раз найму кого посильнее. Это был ты! Он разворачивается, делает жест рукой, открывает новый портал даже без посоха, и затем заходит в него. Как только он отступает, ты замечаешь у него посох. Он был с ним всё это время, но что-то в нём цепляет твой взгляд, и ты такой... Как он узнал? Где я? Как он продолжает за мной следовать? У тебя совершенно новый образ. Ты смотришь на свой посох и думаешь... Посох! Который со мной уже много лет. Могут отслеживать с помощью магии. Он что-то сделал с моим посохом. Мне нравится этот посох! И ты думаешь, что возможно? Пора найти новый посох. Итак, вы возвращаетесь в Медалесе? Думаю, что будет лучше... Пап? Пап? Пап! Пап, бухло! Бухло! Эй, ребят, что произошло за последние несколько часов? Я просто дома был. О, дерьмо! Произошло нечто серьёзное. Вернулся тот злой чувак-волшебный. Подумать только, что ДМ дал мне уйти. Чувствую себя обделённым. Кто такой ДМ? Я спросил, что ты делаешь? Хотел знать, кто там. Я не знаю мысли. Я просто пытаюсь... Херню несу, я бухой. Как только вы вернулись в таверну, вы заметили, что по всему городку расклеено немного плакатов. Как только вы решаете рассмотреть их поближе, вы понимаете, что это плакаты о розыске с лицом и описанием каждого из вас. Кроме тебя. Так же там написано следующее. О, дерьмо. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Верховного чародея Бордуна. Да, давайте тихонько прочитаем. Это же так хорошо сработает на Ютубе, правда? Давайте прочитаем про себя. Ну ладно, ладно, давайте я. Давайте я. Я такой думаю, мы озвучку наложим или текст покажем. Значит, Боб подходит к записке. И теперь я пытаюсь прочесть. Разыскиваются. Нет. Да я просто шучу. Разыскиваются. В связи с исчезновением Верховного Чародея Бородуна. Это я! Осторожно. У Ордена Плетения есть основание полагать, что перевёртыши приняли облик Верховного Чародея. Что? Перевёртыши приняли мой облик? Что? Нет, идиотина. Они могут звучать и выглядеть как он. У них нет и малой части его сил. Вы узнаете, что это не Верховный Чародея по недостатку магических сил. Самозванец путешествует в компании следующих сообщников. Если вы их встретите, немедленно сообщите страже. Аполлон с накачанной грудью и прессом, как у стиральной доски. Несмотря на то, что этот человек ужасно тупой, он опасный убийца, которому не стоит подходить близко или доверять. Похоже, что это ты. Тупой, да. Пронырливый, скрытный эльф. Этот человек приятен и очарователен, верно. Является опасным убийцей. Верно. К которому не стоит подходить близко или доверять. Верно. Какой-то фермер. Наверное, и к нему подходить не стоит, если не хочется. Это всё. Мы теперь в розыске, народ. Летил усложняет нам жизнь. Думаю, я хочу вам кое-что сказать. Что? Кажется, нас хотят подставить. Что? Я думаю, ты прав. Думаю, нас подставляют. Я думаю, что нас хотят подставить, а в округе расхаживает, я перевёртыш, но с меньшей силой. Да это и есть ты, идиот. Это ты выглядишь, как ты из силы меньше, чем была. А, то есть это я. Они подставляют нас. Да. Я рад, что вы наконец всё поняли. Ну, типа, смешно, что вы в это оказались тянуты. Типа... Я просто хотел вернуть салово серебро. А теперь весь твой магазин в стариковских кишках. Этот магазин пахнет горе спорчен. Пахнет горячим говном и разлагающимся в стариков. Как только вы возвращаетесь в таверну, на твоей двери новое сообщение. Оно голосит. Во имя безопасности и здоровья этот магазин вновь закрыт. Паппи! Сжигай магазин, начнём всё сначала. Мы можем вернуться в таверну и поговорить об этом? Да, пойдём. Погодите, погодите, я провёл много времени в розыске. Вы уверены, что хотите идти в таверну, когда все нас ищут? Это таверна Грэга. Он может закрыть её для нас и устроить частную вечеринку. Уверен. Ну ладно, тогда хорошо. Окей. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Я не... Я правда не рад твоей компании. Ребят, у меня для вас довольно плохие новости. Если Лиэтил станет верховным чародеем, он получит несказанную власть в этих землях. Неприятно это признавать, но большая часть власти, полученной мною за то, что я был чародеем 20 уровня, была благодаря тому, что я был верховным чародеем. Связи, которые он заведёт в качестве верховного чародея, власть, которую он получит, будут нехороши для нас, назовём это так. А каким образом это меня касается? Вот почему тебе должно быть не всё равно. Твоё лицо прям тут. Да, меня поставили, точно, окей. Тебя ошибочно назвали Аполлоном. Ну да, довольно точно. Ошибочно. Это довольно точно, не говоря уже о том. Рез, как у стиральной доски. Ты это видел? Ты это видел? Неплохо, неплохо. Неплохо, нормально так. Ну да, для тебя это будет проблемой. Так что, нравится тебе или нет, мы все в одной лодке. Похоже, мы все в одной лодке. Хотя я и не очень хочу, хоть и не очень хочу, чтобы ты, качок, мне помогал, потому что ты чутка твердолобый. В одиночку уничтоживший... В одиночку? Ну, типа да, в одиночку. Типа 90% урона. В одиночку. Окей, признаю, что ты нанёс довольно много урона. Всего вы нанесли более 200 урона, если что. Да, точно, это много урона. Хочу сказать, что работать вместе... Что работать вместе... Работать вместе будет лучшей идеей. Ребят, слушайте, было весело, но теперь вы в розыске, а я в бегах. И мне нельзя быть с вами, так что я сваливаю. А ещё вы ёбнутые наглухо. Так что пока. Это обидно, но правдиво. Стоило только взорвать одного гиганта, и все думают, что ты сумасшедший. Ты взорвал его немного больше. Нет, всё честно, я понимаю. Ладно, полагаю, это единственный путь. Что скажете? Я тоже в деле, качок. Я тоже. Я тоже. Крэк? Крэк? Не оставляй нас так. Ребят, вы так плохи. На счёт три. Раз, два, три. Да, суки! Я пылаю. Я горю. Итак, вы оказываетесь в Медолесе, держа бумагу о розыске, понимая, что если вы вернётесь к поседневной жизни, вас быстро арестуют. Что будете делать? Думаю, стоит наведаться в грязь, гильдию плутов, и выяснить, что за чертовщина происходит. Что? Почему? Ну, перед тем, как мы убили прожорливую дрожь, ты сам туда хотел? Да. Да, я помню это. А, потому что они послали убийц. Да, они послали убийц. Да, 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 всё. Ну, во-первых, из-за этого плаката я не то чтобы счастлив. Я хочу, чтобы местные знали, что это ложь. Так что я громко кричу на всё Медолесе. Могу ли я отнять у вас минутку внимания? Поджер, тише, что ты делаешь? Собирайтесь вокруг, все, подходите. Да, все, вы, подходите, все подходите. Все в Медолесе, я хочу вашего внимания. Хочу внимания. Это ужасная идея. Это не мы. Они подделали документы. Этот рисунок Бородуна, меня, всех нас, эти рисунки преступников неправильные. Они поддельные, они ложные. Это, это, мы не виноваты, это неправда. Он здесь, он здесь, стража, стража, он здесь. Телепортируйся, телепортируйся, ай, чёрт, не могу. Это, это же, это же не мы, это... Это кузнец Боржер, он здесь, он здесь, стража. Прекрасная работа. Всё в порядке, ребята, всё путём. Ты слышишь, как где-то неподалёку... За короля и страну. И стража бежит в вашу сторону. Спасибо, стража, спасибо, я ценю ваше присутствие. Нет, 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 нет. Я прячусь за уголочком и иду в лес. Ты уходишь из металлеси? Ты уходишь из него? Грэг? Я медленно отхожу в куст, как Габбер Симпсон, и проваливаюсь в куст. Прямо в куст. Кроме того, на этих рисунках мы преступники. Это неверно. Да, хорошая идея, Грэг. Мы невиновны. Эти рисунки ложь. Что это там такое? Что это? Что это там такое? Почему вы на меня так смотрите? Перестаньте на меня так смотреть. Так вот, эти плакаты, что вы делаете? Что вы делаете? Что происходит? Что вы делаете? Стража прибыла и пытается схватить тебя. Кинь на атлетику, пожалуйста. Дерьмо. Два. Два плюс атлетика пять, выходит семь. У меня девять. Бросок довольно плохой, но лучше твоего. Так что, как только ты понимаешь руку, чтобы возразить, тебя хватают. И лицом в пол кладут. Что вы делаете? А сколько там стражей? Сейчас всего два. Всего два. Что делать остальные? Я подбегаю такой спите. Хорошо. На кого? Не меня? Все. Заклинание на область. Хорошо. Бросай пять, Д-восемь, бери свой куб. О, боги. Надеюсь, это их усыпит. У меня есть еще три, еще твой. Это идеальное использование сна, Бен. Надеюсь, это их усыпит. Я надеюсь, его это тоже усыпит, он замолчит. Дайте мне восемь. Кто-нибудь дайте. Это шесть или пять? Пять, верно? Пять, Д-восемь. А можно оно в меня не попадет? Нет. Я думаю, что усыпить тебя сейчас является отличной идеей. Я целюсь с тебя, чтобы ты заткнулся! Я думаю, это очень умно. Что вы делаете? Что вы делаете? Окей, то есть... Это ужасно. Десять, одиннадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать два хп. У тебя сколько? У меня вроде тридцать шесть. После той битвы с гигантом должно быть меньше. А, я использовал приложение. Оно сначала поражает тех, у кого меньше хп. Я не знаю, я не знаю. Я думаю, кажется, было что-то около двадцати. Не так уж и мне и досталось. Конечно, понимаешь ли... Двадцать два не хватает на них. И тот, кто держит его... Не тот, кто у его головы держит его и говорит... Так? Стоп, шашландский. Он говорит... Это кожевник-лиев, он стража записался. Надел такой шлем, который прячет его прическу Джека Воробья. Говорит, говорит... За короля и страну! Ты кузнец Боджа... И просто падает на тебя. Ты чувствуешь весь вес стража на тебе. Другой страж такой... Это что такое? Кто-то здесь бродит. Наверное, ветер. И он уходит, глядя, что случилось с его другом. Да, я такой... Боджер, может нам... Все путем, ребят, видите? Ты все зарешал? Пошли в лес. Молодец, Боджер, пойдем! Идем, молодец! Да-да-да, молодец! Ребят, похоже, была плохая идея. Я пытался доказать, что мы невиновны, но они мне не поверили. Ты кричал, как безумец! Это не доказательство! Ребят, ребят, надо идти! Ну да, мы так и сказали. Хорошо, все за мной. Грэг выползает из кустов, сталкивает стража с Боджера. Окей, Боджер, пошли! Ужасная была идея. Очень ужасная. Помните старика, которого мы... Который умер естественной смертью? Да, он просто взорвался изнутри. Естественная смерть. Он сказал нам, сказал мне, где грязная лига, как добраться туда. Пароль «Зеленый дракон», а еще там «Особое рукопожатие». А, хороший был парень, да? Старина Фрэнк. И да, мы помянем его добрым словом. Покойся с миром. Покойся с миром, старик. Покойся с миром. Как там тебя, бля? Эй, ребят! На самом деле я тут, у меня тут неоконченные дела. Ай, блин... Поп, лучше бы ты его не убивал. Ну, как же стрёмно. Мне нехорошо в посмертии. Слышите вы в своей головах. Это был его день рождения? Был мой день рождения. Мне были совсем не рады. Я не был хорошим человеком, не попал в хорошее место. У меня неоконченные дела, так что проведу вечное чистилище. Я могу пойти с вами? Просто призрак такой. Блин, он начинает бесить. Да, пошёл нахуй. Всё, всё, уходи, хватит. Не ожидал, что будет так больно. Ааа, это больнее всего, что я испытывал даже ножом лёгких и расчленения. Просто сдуваем привидение. Просто сдуваете? Ааа, я растворяюсь! Он исчез, это стрёмно. Да, суперстрёмно. Он всё делает стрёмно. Не хочу, чтобы меня призрак прислал. Надеюсь, мы позже не встретимся с его семьёй. Я голосую за то, чтобы пойти в грязную лигу и узнать, какого чёрта происходит. Нельзя оставаться в медалесе. Точно! Ладно. Кто помнит, где это было? Я, я Бородун, всё записал. Бородун записал. Хорошо, значит, Бородун помнит, где это. Это в нескольких милях к востоку от медалесе, на подходе к лесу темнолесе. Грег, возможно, ты всегда боялся темнолесия. Ты знаешь, что там живут неприятные твари, но других вариантов у тебя нет, так что приходится... Надо идти! Ты ведёшь, зная направление. Брось на выживание, пожалуйста. О, хотел бы я не вести. С преимуществом, потому что ты записал. Тринадцать и шесть. Так что тринадцать плюс выжив-выжив-выжив-выживание... Один, значу четырнадцать. Четырнадцать. Этого достаточно, чтобы пройти путь, держаться изначального направления, так что вы примерно там, где должны быть. Вы оглядываетесь поиска гильдии. Вы помните, как она выглядит? Какое-то дерево, да? Да, она была в дереве. Молодец, Роуэн. Молодец! Можете... Как? Можете бросить на восприятие. Охуеть! Что? Что? Она в полом дереве, таком... С ручкой и глазком. Как ты это запомнил, Боджер? Я знаю. Вы думали, что я не уделяю внимания, верно? Это просто лотыгрыш. Чистый один, да! Четырнадцать. А что мы делаем? Восприятие. Пять. Тебе преимущество, Роуэн. Ты же вспомнил. Я вспомнил. Восемнадцать. Шестнадцать. Я смотрю, у нас на варень деревь такой. Вроде бы было что-то про дерево. Ребята, мы в лесу. Мы в лесу. Так, значит, восемнадцать плюс... А, нет, шестнадцать плюс. Шестнадцать должно хватить. Значит, ты... Ты первый замечаешь хижину, о которой упоминала Сара, которая тебя атаковала. Она говорила про хижину-обманку. Это хижина гильдии следопыток, в которой помогали людям, которые заблудились и которым нужно переночевать. Вы игнорируете хижину, идете дальше, и вдалеке вы видите большое дерево. И вспоминаете, что в его основании должна быть дверь. А теперь секретный стук. Нужно по-особому постучать. Чему научил меня старик перед убийством? Все трое вас ему научили. У вас всех трех были разные стуки. Так. Ха! Кому вы поверите? Я помню, давайте попробуем, погнали. Тук-тук. Как только ты постучал в дверь... Представь себе такой тайный стук. Никто не запомнит. Это блеф. Да, это блеф. Глазок в середине двери открывается внутрь, и в дырке появляется маленький зеленый глаз. Вам говорят. Пароль. Зеленый дракон. Там две Е заменены на три, а в конце 0 и 1 и восклицательный знак. Правда? Хорошо, говорит он. Зеленый дракон с восклицательным знаком, с О и Е заменяет все вместо букв. Верно. А теперь? Дверь открывается вовнутрь, и вы видите сгорбленное существо с одним зеленым глазом в середине лица и зубастым ртом. Он протягивает... Майк Вазовский. Он протягивает скрюченную руку с острыми когтями. Делен. Сукин ты сын. Марадун быстро пробирается вперед. Это нехорошо. Быстро пробирается. О боже, поехали, поехали. Он делает это. Поиграли пальцами, а потом пальцы. Да-да. Так, потом пальцы, а потом вот так, потом еще пальцы и все. Боджер, господи. Ты почти все испортил, Боджер. Мы официально... Ложная тревога. Они знают. Он отступает в сторону, и вы входите, вы видите... Все нормально, ребят, все под контролем. Отойди, Боджер. Спасибо, Боджер. Вы видите интерьер дерева. Смотри-ка, как там все богатенько. Этот малый отходит в сторону, когда вы входите. Поставьте себя на карте. Где мы там? Вот Бородун. Брит, не тут. Брит, возвращайся домой. Пожалуйста. Брит, как ты там? Как ты там? Добой возвращайся. Мы не можем в это в Канаде играть. Хэштег Брит домой. Да, в тренды запустим. Вы видите группу людей внутри дерева. Там есть большой стол, импровизированный бар, в углу несколько бочонков, похожим, может быть, целям, ящик еще с чем-то, стол, стулья. За столом сидит очень богато и элегантно одетый эльф. У него очень длинные и заостренные уши. Вот этот? Каштановые волосы, да. На нем цилиндр и зеленый костюм. Я толкаю Боджера внутрь. Ты толкаешь Боджера, Боджера... Боджера втолкнули в комнату. Наш лучший дипломат. Не уверен, что это хорошая идея, Бородун. Вы также видите группу невыразительных людей в темных балахонах с капюшонами. Вы видите старика, очень похожего на Фрэнка. Это его брат? Ребята, вы из Медолесия, да? Вы случайно не видели моего брата? Он мой близнец, очень на меня похож. Так обычно с близнецами бывает. Мы собирались сегодня отметить наш день рождения и хотели выпить. Я ему купил выпивки, вот. Она теплеет. И я бы не хотел, чтобы она пропала. Он должен был быть тут. Я немного переживаю за него. У него в последнее время тяжелые времена. У нас обоих. Так вот, было бы ужасно, если бы с ним что-то случилось. Он оглядывает вас всех. О, нет! Ладно, покончим с этим. Нет, 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 отойди, Боб, стой! Вы тоже проходите внутрь или остаетесь снаружи? Заталкивайте Боджера и закрывайте дверь. Я вхожу. Я тоже. Я неохотно следую. Не хотя следуешь, пока вы не оказываетесь внутри. Так, где там? Ребят, 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 соберитесь вокруг. Я куплю выпить. Ребят, ребят! Уберем две стены. Какой у нас план? Какой у нас план? Ну, я хочу выпить, потому что тут можно выпить. Как только вы входите, парень за столом... Ха. Предоставьте это мне. Полагаю, убийство не состоялось. Что такое? Что? Тогда сделаем сами. Он щелкает пальцами, все выхватывают по два кинжала. Погоди, погоди! У меня ж воровской шаргон. Ребят, 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 мы все воры, мы ж воры, все путем, да? Да? Когтистая рука за твоей спиной закрывает дверь. А, нет. Прежде чем мы продолжим, хочу кое-что сказать. Мы, вы, вы пытались нас убить. Да. Да. И вы... Ты хочешь, чтобы им стало стыдно? И вы пришли к нам. Я бросаю на... чувство вины. Хорошо, бросай на чувство вины. Бросаю чувство вины, да? Бросаю чувство вины. 18. Вы пытались убить нас, и было больно. Наши чувства задеты. Модификатор харизмы? Модификатор плюс два, вроде бы. Плюс два, грязная двадцать, неплохо. Хотите что-то сказать? Парень... парень такой поднимает руку, отдавая приказ прекратить атаку, и говорит... Да, я... Это не лично, это работа. Мы это делаем, простите, если задел ваши чувства. Я хотел навредить вам физически. Вы отправили за нами лучших людей? Не совсем. Черт, это... Это еще больше задел наши чувства. Лучшие люди сейчас с нами в комнате? Некоторые, то есть... Спать! По мере вашего разговора, вы слышите снаружи приглушенные звуки. Похоже, через лес идет еще больше людей. В частности, вы слышите, как кто-то говорит на общем... Да, Фип, но это был медведь. Типа медведь-гризы. В ответ слышно. Ну да, но вы люди поголовно неженки. Я же просто сказал, эй, медведь, а ну отойди, или я, бля, в тебя заберусь. И я это сделал. И взорвал его изнутри. Эльфийская такая фишка. Затем в дверь постучали, и парень такой... Стойте, стойте. Поворачиваете. Смотрит в глазок и говорит... Пароль. Вы слышите? Зеленый дракон. С двумя-три нижним подчеркиванием. Он такой, да, да. И открывает дверь. Пожимает руку эльфу, который выглядит очень похоже на вашего друга. Ты узнаешь... Ты узнаешь своего брата, Фрэнсиса Игнасиуса Блейдсонга. Чё как, Фим? Срань господня, это ж Фим, чё как? Чё как, урод ебучий? Дела были? Да, медведь нас в лесу атаковал. Ага, с ума сойти. Как же они взрываются. Проблема в том, что нам заплатили за работу, а она требует того, чтобы вы все... Умерли. Гипотетически, если бы вы мне заплатили, скажем, 2000 золотых, мы не в лучшем сейчас положении. У нас нет 2000 золота. Расклад таков. Если вы сможете для меня выполнить рыботенку за неделю, я забуду о деньгах и заказе. Принять! Перевел Феликс, озвучено, как всегда, в странном местечке. Это видео вышло только благодаря поддержке наших бустеров на сайте Boosty.to. Если вы хотите посмотреть следующую серию прямо сейчас, можете поддержать нас. Копеечкой. Прямо 100 рубликов. И можете посмотреть следующие серии уже на сайте Boosty, не дожидаясь их выхода на YouTube. Но я еще раз благодарю всех от души просто. Целую в пупочек каждого бустера. Спасибо вам огромное. Благодаря вам мы имеем силы делать озвучку и перевод ДНД роликов. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Тех люблю, целую. До новых встреч.